Здравствуйте, уважаемые зрители! Как предотвратить отложение кальция в сосудах и образование холестериновых бляшек? Возможно ли это? Самая лучшая еда для очищения сосудов от холестериновых бляшек. И можно ли растворить уже существующие атеросклеротические бляшки? Сейчас об этом кратко, четко по делу. Запомните, бляшки это всегда кальций, плюс белок, плюс холестерин. И еще биопленки, это так называемые колонии определенных бактерий, как правило, парадонтальных. Эти бактерии могут проникнуть в кровь через ротовую полость и через кишечник. Как? Скоро поясню. Изначально в сосуде возникает очаг воспаления от сахара, алкоголя, высоких доз омега-6, жирных кислот по отношению к омега-3, которых недостаток, от курения и других проблем. Тромбы, сгустки тромбоцита в сосудах, нестабильные бляшки это путь к инфаркту. Сами бляшки сужают просветы артерий и поднимают артериальное давление. При повышенном артериальном давлении и сахаре в крови повреждение стенок сосудов еще больше увеличивается. Вот он порочный круг. Чаще всего холестериновые бляшки образуются в сонных артериях, затем в сосудах головного мозга, сердца, в брюшной артерии, в почках и ногах. Если бляшка лопается из-за изъязвлений, при некрозах стенок сосудов, это инсульт или инфаркт. Не допускайте образования и развития бляшек. А можно ли это предотвратить? Да, на 100% можно. Сложнее лечить, уменьшать бляшки, а предотвратить легко. А вообще про сосуды подробно у меня было несколько очень важных видео, ссылки на них я оставлю вам под этим видео. Вас может удивить, но кишечник, бактерии и кальций связаны с сосудами напрямую. Как вы уже знаете, кровь нестерильна. Там есть даже бактерии, которые прикрепляясь, живут внутри холестериновых бляшек. Они есть во всех органах и тканях. Это, конечно, нехорошо, но в наши дни дисбиозы есть практически у всех людей. И потому стенки, слизистая кишечника сильно перфорирована. Это всегда есть при таких заболеваниях и состояниях, как СИБР, синдром избыточного бактериального роста, синдром дырявого кишечника или перфорированного кишечника. Так они и проникают в кровь. И, как я говорил выше, через кровоточащие десна тоже. Два пути. При дефиците витамина С увеличивается перфорация стенок кишечника и может возникнуть кровоточивость десен. Хотя она еще бывает и от дефицита витамина К1. Вот тогда большое число и видов бактерий проникает в кровоток без защитных барьеров. Чтобы кальций не откладывался в сосудах, а бляшка, как вы помните, это всегда кальций, принимайте витамин К2. Вот главное спасение. Ведь он удаляет кальций из сосудов. Многие сейчас в интернете начинают пороть чушь, что прием витамина Д3 это опасно, так как кальций откладывается в сосудах. Да проблема не в витамине Д3, он жизненно необходим. А проблема в соотношении Д3 и К2. Потому что Д3 поставляет кальций в костную систему, а К2 не дает кальцию уйти из костной системы, куда уйти? В кровь. А если витамина К2 недостаточно, в крови повышается кальций. Вот он и закрепляется с холестерином на воспаленных сосудах, где и создает атеросклеротические бляшки. В этом случае кальций, если так образно сравнить, является арматурой в бетонной стене. А бетоном является как раз холестерин и прочие компоненты, а связующие звенья, усиливающие, ну как супер добавка. И это как раз биопленки. А вот как раз витамин К2 не позволит кальцию гулять в сосудах и закрепляться. Витамин К2 создают микробы в кишечнике нашем из витамина К1, который есть в зелени. Эти бактерии преобразуют К1 в К2. К2 есть, например, в квашеной капусте и в других ферментированных продуктах. Ферментированный продукт очень полезен, ведь такая пища уже частично переварена, что облегчает наше пищеварение и уменьшает количество необходимых для пищеварения наших ферментов. То есть, сохраняет резервы и ресурсы организма. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Самый простой способ, и пищеварение при этом не надо перегружать, и уверенность в достатке витамина К2 будет точно, это прием липосомального витамина К2. Липосомальная форма донесения любого нутриента до каждой клетки это защитная оболочка вокруг этого нутриента из фосфолипидов, которые, кстати, потом еще и идут на построение наших защитных клеточных мембран. То есть, это такое органическое, натуральное, безотходное производство. Это самый инновационный способ донесения и 100% усвоения в этом случае любого нутриента до каждой клетки организма. Но, как вы уже знаете, вместе с витамином К2 надо принимать витамин Д3. Тут важно соотношение. И вот оно. Сейчас я вам его скажу. На каждые 100 микрограмм витамина К2 надо принимать 10 тысяч МЕ, то есть международных единиц, витамина Д3. И, конечно, тоже в липосомальной форме. Если вы захотите приобрести липосомальные витамины, вы сможете это сделать, пройдя по ссылкам под этим видео. Но лучшая защита – это профилактика, не так ли? И проблема с холестериновыми бляшками начинается с воспаления в сосудах. Так вот, как уменьшить воспаление в сосудах? А на самом деле просто. И кто-то скажет, ну если это просто, почему же все так не делают? А потому что все этого не знают, и даже врачи многие. Ну потому что ленятся, забывают, да и сами питаются неправильно. И вторая причина – этого просто не делают, потому что привычки сильнее разума. Ну это у тех, кто понимает и не делает. Так вот, самое главное – не есть сладкое. Именно сахар вызывает воспаление в первую очередь в сосудах. Да, повышенный сахар в крови вызывает воспаление в сосудах. Ешьте натуральную пищу, ешьте больше зелени. Обязательно посмотрите хотя бы одно из восьми видео с профессором Исаевым про уникальные свойства омега-3 полиненасыщенной жирной кислоты, которые, кстати, противостоят второй важной проблеме, вызывающей воспаление сосудов – это омега-6 жирным кислотам. Омега-3 снимают, снижают воспаление в сосудах. Под этим видео вы найдете несколько видео, где профессор Исаев все это досконально поясняет. Ну и, конечно, ссылка на его препараты тоже будет. Ешьте микрозелень, проростки. Если у вас проблемы с кишечником, пройдите курс с пропионовыми симбиотическими бактериями ИВИТО и принимайте гель Сорбент с хитозаном. Кто не может есть много зелени, добавляйте в рацион концентраты, хлорелу и спирулину, только обязательно биоорганические. И еще очень важен витамин Е, ведь он защищает стенки сосудов от воспалений и укрепляет сердечную мышцу. Ешьте обязательно рукколу, проростки брокколи, потребляйте льняное масло, пейте разведенный в воде яблочный уксус вечером и перед каждым приемом пищи. Достаточно одной столовой ложки на треть стакана теплой воды. А витамин Е в огромных концентрациях, да еще и в самой полезной гамма-модификации, содержится в органовом масле. Поможет уменьшить холестериновые бляшки голодание, как длинное, так и интервальное голодание, то есть интервальное питание. Безусловно, для сосудов самое полезное веганское питание. Обязательны физические нагрузки, до 30-40 минут в день хотя бы. Итак, как уменьшить образование холестериновых бляшек? И даже уменьшить уже существующее. Это, конечно, коррекция питания. И здесь самое главное убрать сладкое. Да, повышенный сахар в крови вызывает воспаление сосудов. Принимайте витамин К2, витамин Д3, витамин С. Что же касается статина, вы можете спросить об этом. Это возможно и даже необходимо в определенных случаях. Но только временно, не вечно. И нужно учесть очень важные нюансы в этой связи. Посмотрите мое видео о статинах и не делайте ошибок. Что ж, все то, о чем я вам говорил в этом видео, подробнее вы найдете по ссылкам, прям под этим видео. Нажмите в YouTube под видео слово «Еще», откроются ссылки. И поочередно нажимая на те, которые необходимы вам, а я советую на все, пошагово, нажимайте и смотрите. Изучайте эти очень важные материалы. Составьте себе конспект, ведь от этого будет напрямую зависеть ваше здоровье и жизнь. Ссылки все необходимые я оставил вам под этим видео. Смотрите мои видео, о которых я говорил. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Подпишитесь на мой данный канал. Нажмите под ним на слово «Подписаться», вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть «Уведомления». И выберите «Все видео». Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут. И подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть, мы вместе поможем, наконец-то, людям стать здоровыми и активными. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!